Ну что, друзья, сегодня мы поговорим о семи смертных грехах в уходе за кожей. Кто-то сказал уход за кожей? Привет, господа, рад тебя видеть, Антонио. Друзья, сегодня у меня специальный гость, Аарон Марина. Я кое-что знаю об уходе за кожей. Я один из основателей Тиш Хенли, самой несложной и великолепной системы защиты кожи в истории самой кожи. Что думаешь, объясним им вместе? Да, погнали. Первая ошибка. Вы забиваете на уход за кожей и ничего не делаете. Одна из причин, почему большинство мужчин не решаются использовать крема в том, что они считают это не очень мужественным. Ага, это не для мачо. Забота о коже. Развивайте эту привычку. Используйте правильную продукцию. Это касается вашего здоровья. Это практически фитнес для лица. Заботьтесь не только о своем теле, об этой секс-машине. Убедите себя заботиться о вашем симпатичном лице. Мне нравится. Фитнес для лица. Фитнес, да, ты можешь заимствовать его. Хорошо, возьму. Вторая ошибка. Вы трогаете свое лицо. Вы давите прыщи грязными руками. Друзья, мойте руки и вам не нужно давить прыщи. Оставьте свое лицо в покое. Так много парней трогают его, давят прыщи и чего только не делают. Это верный способ заработать угри. А когда появятся угри, вы будете их трогать и давить. Это приведет к образованию рубцов. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, не трогайте свое лицо. Еще, когда люди трогают лицо, они способствуют передаче многих бактерий. Бактерии, грязи и сала. Не давите, не трогайте, оставьте свое лицо в покое. Пусть ваше лицо будет симпатичным и без угрей. Третья смертельная ошибка, господа. Вы моете лицо тем же мылом, каким моете задницу. Нет, это даже не ошибка, это уничтожение симпатичного или потенциально симпатичного лица. Потому что кожа на лице очень отличается от кожи на этом сексуальном теле. Кожа на лице гораздо тоньше и деликатнее. Кусок мыла разрушает ее. Очень плохо влияет на кожу. Четвертый смертельный грех не использовать увлажнитель. Друзья, каждый день, выходя из дома, вы подвергаете себя многим факторам, которые повреждают вашу кожу. Если вы не увлажняете кожу, вы стареете быстрее. Выглядите старше, покрываетесь морщинами. Увлажняйте кожу утром и вечером. Утренний крем должен иметь SPF 20. Мы говорили об этом. А также ночью, когда вы ложитесь спать, когда ваше тело восстанавливается. Убедитесь, что даете вашей коже необходимые масла, нутриенты, все витамины. Проснетесь, будете выглядеть здоровым, симпатичным, выглядеть великолепно, как и должны. Пятый смертельный грех, господа, не использовать солнцезащитный крем. Сейчас я все объясню, только отодвину этого парня назад. Ты не сделаешь этого. Теперь могу поговорить о солнцезащитном креме. Поговорим о раке кожи. Ну, знаете, давай не будем приукрашивать это для наших джентльменов. Это серьезная штука, которую вы можете подхватить в свои 20 или 30 лет. Представьте это так, солнце выбивает все дерьмо из вашего лица. Целый день молотит по нему, колотит по нему. Пока вы не начнете защищать его солнцезащитным кремом широкого спектра действия. Он остановит вредное солнечное излучение, которое разрушает вашу кожу. В конечном итоге предотвратит развитие рака кожи. Убедитесь, что вы защищены каждый раз, выходя на улицу. Шестая ошибка в уходе за кожей, господа. Ваше питание отстой. Вам нужно лучше питаться, пить больше воды. Вам нужно заботиться о вашем теле, следя за тем, что вы в него кладете. На самом деле, все начинается с вашей диеты. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды. Если в вас ее недостаточно, это сразу отразится на коже. Она будет сухая, морщины более заметны. Она будет не такой эластичной, если вы едите много насыщенных жиров, плохих жиров, фастфуд, много соли, обработанной пищи. Ваша кожа станет более жирной. Жирная кожа равно повреждения и пятна. Вам нужно употреблять здоровую пищу. Питание прямо отражается во внешнем виде кожи. Это было соблазнительно. И последнее, хотя должно быть на первом месте, седьмой смертный грех по уходу за кожей, у вас нет режима. Если у вас есть режим, вы можете его корректировать. Вы наблюдаете за ситуацией и можете менять направление ухода. Друзья, я оставлю все ссылки в описании. Зацените. Спасибо, друзья. Почему не могу говорить? Вам нужно использовать... Вам нужно использовать... Крем, извини. Это... Вот видишь, я так возбужден, не могу начать. Ой, да пофиг. У тебя одного есть бассейн, я не знаю, что ты с ним делаешь. Да я сам не знаю. Следующий смертный грех, господа. Один кусок мыла? Ты не сказал номер три. Я не должен был говорить номер три. Я думаю, что тебе следует сказать номер три. Переиграем? Ладно. Третья ошибка в уходе за кожей. Нет, я говорю.